Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем на провинции МТА. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и ребят также не забывайте играть вместе со мной. Я играю на шестом серваке провинции МТА. Именно здесь я играю, именно сюда ребята я всех вас приглашаю. И также при регистрации своего аккаунта нажимаете на клавишу М, далее реферальная система. И здесь в этом окне вводите промокодик Донни, как это сейчас сделаю я, потом активировать. И сразу после этого вы получаете классные плюшки для старта игры на провинции МТА. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также играйте вместе со мной. Итак друзья, до нового года буквально остается совсем немного и у нас на провинции вышло обновление. Обновление, которое нам, я так понимаю, добавили в качестве подарка скорее всего на новый год, потому что на провинции добавили просто море новых тачек. И это очень круто. Сегодня я думаю мы их всех посмотрим. Если не все, то большинство и я уже вижу одну новую тачку. Это Rolls-Royce Cullinan. Вот ребята он стоит. Новая тачка, новый Rolls. Это вполне себе круто. Короче, машин добавили реально очень много. Вот завозят новые тачки, смотрю, что фуры. И давайте посмотрим, какие именно тачки нам добавили. Итак, нам добавили такие машины, как Audi SQ8. Нам добавили BMW X7, Infiniti QX80. Далее добавили Gelec, видимо, новый G63. После этого добавили MLQ, Range Rover добавили, Rolls-Royce Cullinan. Далее добавили Богдан. Богдан, видимо, автобусы какие-то. Потом LAS, видимо, тоже автобусы, Mercedes Sprinter. Это фургончик и грузовой фургончик добавили нам. Так, что у нас продается в автосалоне города Мирного? Здесь вообще что-нибудь есть? Ну, скорее всего, здесь есть Колян. Он есть и из-за вот этого маленького интерфейса, у меня просто монитор 4К, я не вижу какая там сумма. Вроде бы там он стоит 45 миллионов, ребята. Если это так, это, конечно, вообще имба. Я хочу сделать тест-драйв, но для этого нужно штрафы оплатить, поэтому сейчас я быстренько это сделаю. Окей, штрафы я оплатил. Теперь, ребята, заходим и делаем тест-драйв нового Rolls-Royce Cullinan. На самом деле, но это прикольно, потому что давно хотелось какой-то себе дорогой внедорожник. И вот, в принципе, у кого есть возможность, можете его покупать себе. Тест-драйв стоит 50 тысяч. Это почти все мои деньги. У меня осталось 46 тысяч на руках. Это жесть, конечно. Так, вот, ребята, Rolls-Royce. Ну, на самом-то деле... Так, я хочу настроить вид первого лица. Так, Shift-B, Alt-B нажимаю. А дальше давайте мы отодвинем вот таким вот образом. Ну, и, в принципе, наверное, все, да? Ну, на самом деле, смотрится тачка, ну, конечно... Внутри смотрится вообще имба, на самом деле. Снаружи тоже смотрится очень неплохо. Звук мощный, как от какого-нибудь... Ну, не знаю даже, от чего это может быть звук. Но, я думаю, скорее всего, у Свера такой же звук. Конечно, это тяжелый. Это большой тяжелый внедорожник. Но, ребят, реально, его, думаю, что купить можно было бы. Поэтому, я думаю, что именно его я себе буду покупать. Потому что Rolls, который Фантом, они, в принципе, не особо-то заходил, честно говоря, все это время. А вот такой вот Rolls-Royce, именно Колян, я думаю, что максимально было бы прикольно купить. Поэтому, я думаю, что мы его, ребята, и купим себе в будущем обязательно. Окей, смотрим, что еще добавили. Там, вроде бы, был гелик, да? Но, скорее всего, он продается в Приволжске, а не здесь. Хотя, по цене, я так понимаю, он бы идеально вписался бы, вот, в местный автосалон. Там что было-то еще? А, SQ-8, скорее всего, тоже продается в Приволжске. X7, не знаю, но, опять-таки, есть такой, блин, маленький текст. А вот, ребята, еще новый ренджак, 15 лямов стоит. Тест-драйв, наверное, тоже будет дорого стоить. 20 тысяч. Делаем тест-драйв ренджака. Давайте сделаем тест-драйв ренджака. Новый ренджак, это новая автобиография, вроде бы, да? Или как она там называется, правильно? Это еще и лонгованный, нет? Или что? Вроде бы обычный. Вроде бы не лонг. Ну, слушайте, такая, блин, интересная машина на самом-то деле. Вот, ренджак очень крутой. Rolls-Royce очень крутой, вам скажу по-честному. Но, вот такую, ребята, пушечку можно было бы купить себе, честно говоря, я так думаю. Да, ребят, тачка реально достойная, как по мне. Опять-таки, это, конечно, не быстрая машина. Это, ну, вполне себе такой сдержанный внедорожник, паркетник, даже не знаю. Но, вообще, вид имеет. Мне очень заходит его вот вид, особенно сзади, вот эти полосы. Но, как будто бы они пытались сделать что-то похожее на эскалейт сзади, вот эти полосочки такие вот. Но, единственное, что, конечно, эскалейт у него во всю заднюю дверь, да, вот эти полосы. Конечно, здесь они совсем маленькие, но, тем не менее, смотрятся прикольно. Да, очень прикольно. Максималка 250, я понял, в стоке. И что-то как-то его странно носит. Ну, ладно, окей. Так, смотрим, что еще у нас появилось в автосалоне вообще. Есть ли у нас что-нибудь здесь или нужно ехать в другой автосалон. А вот и старая автобиография, вот можете сравнить. Вот такая автобиография и вот такая. Ну, конечно, да, новые смотрятся прикольнее, как по мне. Так, что-нибудь еще здесь есть? Я пытаюсь рассмотреть. Вот финик новый, но, честно говоря, делать тест-драйв его особо смысла не вижу. Просто огромный слон такой за 7 миллионов. Ну, как бы и все, да, по идее. Здесь ничего больше нет. Ладно, поехали, мы тогда же доберемся до Приволжка. Также, кстати, нам добавили... Так, здесь как бы сейчас авария не произошла. Ох, повезло. Думал, сейчас прямо в нем появится мой X6. А также нам добавили еще тюнинг для тащик. К нам добавили тюнинг для Субурбана, для Хаммера, для джипа Чироки и для джипа Вранглера. Также обновили транспорт BMW X5M. BMW X6M обновили. Вот мне интересно, что именно, ребят, обновили в X6. Потому что я съеду на нем и, в принципе, я не вижу прямо какой-то большой разницы между тем, что было до этого и сейчас. Если вы знаете, в чем разница, ребят, в комментариях, напишите, пожалуйста. Потому что я пока не знаю. Также обновили Lasson, но это автобус типа, да, какой-то. Также исправление для X5M подвезли. Это чисто было обновление с тачками. Поэтому сейчас мы летим с вами сломя голову в город Приволжск. И там берем на тест-драйв что-нибудь еще интересное и тестируем. Единственное, что, конечно, по деньгам прям... Ну, ребят, у меня все очень печально. Буквально остается 26 тысяч на кармане. И это очень мало, честно говоря. Поэтому сейчас летим и, надеюсь, я смогу протестировать хоть что-нибудь. Ну и как-то надо поднимать денег на аккаунте по-хорошему. Поэтому, ладненько, пока летим, доберемся, там продолжим. А, кстати, я, кажется, понял, что исправили в X6. Да, они же обновили. И у меня теперь есть вопрос. Раньше X6 стартовал быстрее, чем Бугатти при помощи бага. Давайте проверим сейчас. Ну, не, по-моему, так же все, ребят, он багуется, разгоняется. Просто как сумасшедший, честно говоря. Ну, опять-таки, я могу ошибаться, но... Ну куда ты, ёппарас это? Выехал. Чуть, ребята, не впилякался в меня, реально. Вот эти вот водилы на джипах вот этих вот всех. Ладно, мы уже приехали в Приволжск. Сейчас, ребята, подъезжаем к автосалону. По идее, там продается гелик. Так, что мы еще не проверили. Это, по идее, гелик. Да, что еще? MLK и SQ8. Ну вот, честно, вот я бы... Я просто обожаю Ауди. Вот в реальной жизни Ауди прям это вот моя любовь. И поэтому вот SQ8 я бы, наверное, тоже себе взял. Чисто вот, чтобы покататься, посмотреть. Тем более, в токе SQ8, скорее всего, смотрится, ну так, очень спорно. Но если его прокачать, я думаю, вид будет просто, ребята, бомба. Поэтому, короче, мне нужно очень много денег. Мне нужно очень много денег, ребята, где взять деньги. Я хочу и Rolls-Royce себе взять. И я хочу взять себе... Рейдж-Овер. И SQ8 хочу. А еще какой-то там гелик. А еще и мелька. Короче, ребят, тачек новых просто бомба как много. И это круто. Подъехали мы к автосалону. Конечно, не хватит, конечно, денег, чтобы протестировать все. Но давайте посмотрим. А вот, по идее, новый гелик. Его не было, да, раньше? Точно? А, точно же. Это же был G500, ребята. А теперь G63 гелик есть. Ё-моё. Точняк. Вот это имба. 21 миллион, ребят. Что по тест-драйву? 20 тысяч стоит. Так, ладно, я пока подумаю. СQ8. Ну вот, СQ8. Ну-ка, тест-драйв. Не, ну, СQ8 даже в стоке просто имба. Короче, СQ8 хочу. Хочу гелик, ребят, новый. Блин, просто пушечка. Что еще там у нас добавили? Эмельку. Давайте сделаем пока тест-драйв гелика. Так, цвет давайте сделаем какой-нибудь красный. О, супер. И сделаем тест-драйв. Поехали. Смотрим на гелик из тест-драйва. Ё-моё. Ну, блин, да. Вот это, ребята, пушечка. Это уже, конечно, настоящий гелик. Это, опять-таки, на провинции очень долгое время был старый гелик. Он есть до сих пор. И был новый гелик, но был просто G500. Это G63 гелик. И это, ребят, конечно, имба. Я бы такой себе взял. Чисто каточки уже идеальные ставят на нем. Блин, ребят, ну реально очень крутой. Такой вот я себе хочу гелик. Такой я очень себе гелик хочу. Ой. Понял, нужно настраивать вид с первого лица. Ну ладно, это потом уже сделаю. Короче, я понял. И еще ML-ка, по идее, здесь же продается. Давайте посмотрим на ML-ку. Сейчас я зайду, посмотрю. А вот и ML-ка 63. Ну, это дешевая тачка. Стоит G500. То есть, в принципе, можно было бы даже ее взять. Но не знаю, ребят. Я пока... Я, короче, пока подожду информацию на провинции. Ну, вот, ребят, новая, кстати говоря, стоит ML-ка. Новая ML-ка стоит. Ну, такая неплохая. А вот и X7 стоит. Слушайте, я про него совсем забыл. Ну, X7, конечно, такой. Он интересный, но... Но не знаю. Вроде бы ничего, но машинка для какого-то дяди, честно говоря. Поэтому, ребят, буду думать. Друзья, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. А также играйте вместе со мной на провинции МТА. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok